В записи. Добрый день, уважаемые коллеги. Рада приветствовать всех на нашем очередном вебинаре проекта Директ Академия. И сегодня мы с вами будем ознакомиться с одним интересным документом, который называется... Поговорим о правилах наших отечественных, российской каталогизации. Документ, который называется Российские правила каталогизации. Вот такая инверсия у нас произошла на титульном слайде. Что есть полезного для небиблиографов? Ну и напоминаю, давно мы с вами не встречались, был у нас небольшой перерыв. Но и напоминаю, что наш цикл вебинаров, он в основном рассчитан не на специалистов библиотечного дела и библиографии, а на небиблиографов, студентов, аспирантов, преподавателей, научных руководителей, учителей, тех, кто в силу своей производственной необходимости сталкивается с тем, чтобы и делать описания, и библиографические записи, и ссылки оформлять, и самое главное еще проверять их у студентов. Поэтому у нас все очень... стараемся очень просто, не вдаваясь в какие-то такие специфические, может быть, профессиональные тонкости и нюансы. Но напоминаю, чтобы вы были готовы, что мы будем просто смотреть, что есть полезного в этих российских правилах каталогизации, и глубоко мы в них туда погружаться не будем. Поэтому у нас сегодня такая обзорная экскурсия, наверное, будет. Пройдемся по структуре. И вопросы, которые мы сегодня рассмотрим. Ну, вообще, что такое российские правила каталогизации? Сокращенно их называют РПК. Не путайте с РКП. Это российская книжная палата, это совершенно другое. Аббревиатура очень похожа. Это еще один документ, который напрямую связан с нашими ГОСТами, ну и, соответственно, с стандартом АСБД. Куда же без этого? Потому что все наши ГОСТы строятся на этом международном стандарте. Есть вот этот стандарт АСБД, если кто-то не знаком, если совсем уж по-простому сказать, это единый международный стандарт библиографической информации, составления записей, описаний, как бы единый для всех. Но так как у каждой страны есть свои национальные традиции, особенности, свой опыт библиографической деятельности, библиотечной деятельности, он может несколько отличаться, то поэтому вот этот основной стандарт, он еще адаптируется под вот эти сложившиеся уже национальные системы библиографической, библиотечной деятельности. И поэтому разрабатываются в каждой стране свои рекомендации на основе этого стандарта, свои ГОСТы. Вот у нас ГОСТы, в других странах они по-другому, естественно, называются. Там мануалы, стили и прочее. Но все эти, как бы они ни отличались, все эти требования в разных странах, они все лежат в рамках этого единого международного стандарта АСБД. Почему у нас возникла необходимость пересмотром нашего старого ГОСТа по библиографическим описаниям? Надеюсь, все уже помнят, что мы с ГОСТа 2003 года уже перешли на ГОСТ 2018 в Российской Федерации. Он уже приобрел статус национального стандарта, и мы уже живем по нему. А ГОСТ 2003, он уже его действие на территории Российской Федерации отменен. Вызвано это было тем, чтобы привести в большее соответствие вот с этим международным стандартом те правила ГОСТа, которые у нас были в старом варианте. То есть мы немножко все-таки в это единое пространство обмена библиографической информацией стараемся войти все больше. И вот такая история. Но не все может войти в ГОСТ. И чаще всего это невозможно и нереально сделать. Там содержатся краткие правила. Поэтому ГОСТ у нас вроде бы и большой, но в то же время он не настолько обширен. Но требуются некоторые пояснения, некоторые нюансы, которые в ГОСТе мы найти не можем. И вы наверняка с этим сталкивались, что вы ищете, возникает у вас какой-то вопрос, как сделать описание, а вот как здесь заголовком, а вот у нас какой-то нестандартный случай, мы идем в ГОСТ, а там нет. Или написано, но очень коротко и не совсем понятно. А вот что делать, если... А вот у меня псевдонимы. А вот в заголовке. А как указать, если у меня там требуется дополнительную информацию указать об авторе? Восемь Кузнецовых и восемь Михаила Ивановича. А вот как мне указать, что именно вот этот, вот именно химик, а не физик и не металловед? Как сделать, как указать? Не всегда мы можем такие нюансы найти в самом ГОСТе. Но это и понятно. Вот для этого и есть российские правила каталогизации, которые раскрывают все, что содержится в ГОСТе, но очень коротко или какие-то вещи просто мы там найти не можем. Поэтому вот этот документ, это одна из вещей, которая должна быть у вас тоже под рукой. Если вы составляете библиографические записи и описания, но библиотекарь и библиографы про это, каталогизаторы про это прекрасно знают, про это документом пользуются. А вот не библиографы как раз иногда и даже не подозреваем, что такое оно и существует на свете. И вот сегодня мы с вами посмотрим структуру, из чего состоят эти российские правила каталогизации. Пройдемся по содержанию, ну и какие-то комментарии по ходу я тоже вам дам. Там очень много полезного есть для нас с вами, для небиблиографов, прошу прощения. Но важно уметь это выудить. И, как всегда, самое главное, это не помнить всю информацию наизусть и не помнить наизусть, где чего находятся и ответы на все вопросы. Да даже профессиональный библиограф, каталогизатор, сходу вам никогда не ответит на какой-то вот заковыристый вопрос. Но сделают быстро, правильно, четко и грамотно, потому что не знают, где найти нужный ответ на вопрос, где найти нужную информацию. Вот поэтому и вся трудность работы и с ГОСТами, и с правилами, она заключается в том, что мы не знаем, где искать. Мы открываем ГОСТ, и я не понимаю, где здесь можно найти про многоуровневое описание многочастного ресурса. И вот мы начинаем тыкаться везде. Иногда берем не из того раздела информацию. Поэтому очень важно понимать структуру. Поэтому мы сегодня по структуре и пройдемся. То же самое в российских правилах каталогизации. Если я знаю, как они связаны между собой и где что найти, проблем становится сразу меньше. Поэтому у нас сегодня такая обзорная экскурсия, знакомство с этим документом. Ну и скажу нюанс, какие там есть ограничения, на что обращать внимание, а чего оттуда лучше и не брать. Конечно, может возникнуть вопрос. Ну, мы же не библиографы, мы же не каталогизаторы. Зачем нам? А это же правило каталогизации. Зачем нам это знать? Ну, могу вас обрадовать. Все мы немножко каталогизаторы, потому что, если обратиться к определению понятий, ну, их много существует, да. Но суть такая, что каталогизация – это система, совокупность процессов, да, ну, целая система по разработке, созданию и обеспечению нормального функционирования библиотечных каталогов. Ага, скажете, вы сейчас вот библиотечные каталоги, а мы же их не делаем, мы же не библиографы. Так вот, смотрите, а что такое каталог, да, электронный или карточный? Мне нравится, как его однажды студенты назвали ручной, да, ручной каталог. А это есть те самые библиографические записи, которые и раскрывают содержание фондов. Они составляют эти каталоги. А вот составление библиографических записей или описаний является одним из важнейших процессов каталогизации. Так что даже составляя список источников курсовой работе, в некотором смысле, конечно, очень далеко от профессионального понимания, но мы можем являться такими вот каталогизаторами, да, в сильно упрощенном варианте, но тем не менее. Поэтому вот да. И при этом мы соблюдаем те самые принципы каталогизации, которые записаны в Декларации о международных принципах каталогизации. Этот файлик у вас есть, возьмите, посмотрите. Там много чего очень интересного написано. Это документы ФЛАМ. Я его вам в материалы тоже положила. На досуге можно будет познакомиться. Там очень много интересного касаемо каталогизации. Содержится именно в части принципов, организации. И вот там есть несколько принципов. Принцип достаточности и необходимости. В описании приводить только те сведения, которые необходимы для пользователя, для того, чтобы безошибочно идентифицировать объект. Похоже на то, что мы делаем. Мы же выбираем те элементы, те области описания. И часть из них мы не приводим, когда говорим о списках источников. К курсовым, к дипломным работам, к письменным, к нашим статьям. Мы же указываем вообще не все, что есть на каталожной карточке или в электронном каталоге. Мы какую-то информацию берем, какую-то не берем. Почему? Потому что то, что важно для каталога, для того, чтобы пользователь его нашел, может быть не важно для того, чтобы это отразить в нашем списке работы. Потому что это не каталог, это все-таки печатная статья или реферат. То есть мы делаем отбор. И вот с этим связано, что у нас есть несколько видов описаний. В том же гости есть полные, есть расширенные и есть краткие. В зависимости от того, для каких целей мы делаем библиографическую запись или описание, мы выбираем и вот этот вид описания по полноте. Еще один принцип. Последовательность и стандартизация. Описания должны быть стандартизированы настолько, насколько это возможно. Потому что единообразие – это то, что обеспечивает и облегчает обмен записями, обмен библиографической информацией и между учреждениями, и между пользователями. Если мы знаем структуру библиографического описания или записи, нам же легко понять, что здесь написано, вот здесь зашифровано в этом тайном языке библиографа. Если мы его умеем прочитать, нам легко найти статью, книгу, учебник, многотомник или отдельный том из многотомного издания, мы понимаем, что там написано. При этом наизусть мы можем это все не запоминать, но мы понимаем структуру. Именно зазубривать наизусть и понимать – это немножко разные вещи. Но если каждый будет писать, кто во что гораст, и использовать какие-то свои придуманные аббревиатуры, сокращения, мы вряд ли что-либо поймем. Знаете, как мне попался недавно, обратился магистрант с вопросом, а я не понимаю, вот здесь в библиографическом описании сокращение две буквы – Э, ЭР, точка, ЭР, маленькая, точка. Что это значит, куда мне это писать? Где вы это взяли? А вот у меня в методичке, в образце так написано. Я не помню такого сокращения, общепринятого, да, что-то очень думаю, может, я отстала от жизни. Я говорю, покажите мне описание. И тут я понимаю, что тот человек, который писал методичку, он таким образом сократил электронный ресурс. Во-первых, мы… Вот это обозначение материала, еще оно стояло не на своем месте, не по структуре. И, конечно, исполнитель, да, наш магистрант, он просто был ошарашен, он не понимает, что это такое, куда писать. Я-то не сразу сообразила. Вот этого быть не должно, да. Во-первых, мы уже не пишем обозначение материала. У нас есть девятая последняя область, куда мы это записываем. Во-вторых, вот так вот мы не сокращаем. Если уж мы что-то сокращаем, то в соответствии есть у нас ГОСТ по сокращению. Мы уж тогда смотрим, как это сократить. То есть вот это вот явное было нарушение вот этого принципа, да. Вот этого лучше не надо, лучше не делать. Есть стандарт, давайте так и будем записывать. Ну и еще один пункт, который содержится в этом документе, тоже нам может быть полезен. Интеграция. Описание всех типов, материалов, имен, наименований, объектов. Все это должно подчиняться и основываться, насколько это возможно, записанного декларации, на общих правилах. Вот правила каталогизации должны быть не произвольными, а обоснованными. Ну понятно, что в определенных случаях эти принципы могут вступать в некие противоречия и правила, и решения приходится принимать, исходя из здравого смысла. Особенно, когда в ГОСТе нет каких-то примеров, и нам приходится их самим писать, особенно по электронным ресурсам. Елена, сейчас поменяем. Сейчас пойдем, не волнуйтесь. Вот. И самое главное, что мы должны помнить, что... И вот как раз такой сборник правил, который объясняет содержание ГОСТа, и есть российские правила каталогизации. Но здесь важно помнить один момент. У нас поменялся ГОСТ на 2018, а российские правила каталогизации, они в большинстве своем ориентируются на ГОСТ 2003 года. Поэтому, если мы находимся и относимся к странам ближнего зарубежья, то все в порядке. Все работает, все действует, все ровно так и существует. Но если мы составляем списки источников, находясь уже на территории Российской Федерации, для наших библиотек и наших организаций, библиографирующих уже, действует ГОСТ 2018 года. Поэтому здесь иногда к этим правилам российской каталогизации, российским правилам каталогизации, нужно применять еще действия ГОСТ 2018 и вносить какие-то изменения. Вот об этом следует помнить. Какие документы вообще полезно бы иметь под рукой, не библиографом? Вот примерный набор ГОСТов и правила российской каталогизации тоже есть. Есть у нас такая ГОСТотека на ресурсе. И отсюда прям можно открывать нужные ГОСТы. Ну и плюс мы сюда вносим еще пометочки в нашу, что прекратило уже свое действие межгосударственные стандарты, что еще не введено и существует на уровне проекта. Соответственно, как только будут изменения, мы здесь тоже их внесем. И здесь же есть правила, российские правила каталогизации. Они существуют в двух частях, их тоже можно найти на нашей вот этой ГОСТотеке. Это не сами тексты, это ссылки, такой навигатор для перехода, для обращения к самому тексту. Поэтому, если какие-то ГОСТы нужны, вот приходите в библиограмм.ру, отсюда можно найти все необходимые ГОСТы. И вот все, что касается составления библиографической записи и описаний, сокращения слов в сочетании, оформления ссылок, авторефератов диссертации и диссертационных исследований, электронные ресурсы. Вот у нас сейчас новый проект ГОСТа по библиографической ссылке на электронные документы будет приниматься, но уже можно с текстом ознакомиться. И российские правила каталогизации, все это собрано в одном формате, их здесь можно будет и найти. Поэтому приходите, смотрите, берите. Все это нам может пригодиться. Ссылочку я вам сейчас в чат дам. Это все в открытом доступе. Просто такой вот навигатор. Особенно хорошо давать студентам или когда сами работаете, к нескольким ГОСТам приходится обращаться. Чтобы открыть, они должны открываться сразу все в отдельных окнах. То есть вы и здесь остаетесь, и доступ к нескольким ГОСТам у вас сразу открывается из одной точки. И пойдем сразу к структуре нашего этого документа. А то уже заждались. Состав и структура вообще в библиографических описаниях, они соответствуют вот этому международному стандарту АСБД и ГОСТу 2003 года. Вот на этом основаны российские правила каталогизации. И это важно. Помните, я это неоднократно буду еще напоминать в связи с переходом на новый ГОСТ на территории Российской Федерации. Поэтому, используя вот эти российские правила, обязательно соотносите их с теми изменениями, которые произошли в новом ГОСТе. Для стран ближнего зарубежья, оставшихся на старом ГОСТе, все нормально, все продолжает действовать. Международный стандарт и российские правила каталогизации между собой стыкуются. Из чего состоит, какова же структура российских правил каталогизации? Да, кстати, коллеги, вот по поводу изменений, где их посмотреть? Сейчас вам покажу один. Файлик у нас лежит. Можно его скачать. Была у нас серия вебинаров. И вот здесь первый вебинар, по-моему, мы здесь разбирали по ГОСТу 2018. Вообще, все особенности. Был целый цикл вебинаров. Вот состав, структура, область, элементы. И здесь мы тоже смотрели, что изменилось по сравнению с ГОСТом 2003. И плюс еще был вебинар у нас в сентябре. Там мы прямо параллельно шли, как было, как стало. Поэтому вот эти два вебинара можно будет найти. И в них уже посмотреть, что изменилось. И структура. Ну вот теперь прогуляемся по российским правилам. Они состоят из двух больших частей. И даже в нашем вот этом навигаторе они разделены. Часть первая, часть вторая. Нумерация там идет подряд. Первая и во второй части. Единая нумерация по двум частям. Всего 15 разделов. 80 уже глав. И нумерация глав и разделов, она сплошная. Рассмотрим прям вот эти вот состояния. По этим частям мы как раз и пройдемся. Да, вот в первой части всего 5 разделов. Достаточно больших. Особенно большой раздел 4. Вот самая полезность, наверное, самая большая полезность. Она как раз живет в 4 разделе. Там, где идет речь о формировании заголовка библиографической записи. Для небиблиографов. Вот это самый, наверное, такой полезный момент в этом документе. И вторая часть с 6 по 15 раздел плюс приложение. Здесь тоже есть что посмотреть. И некоторые разделы, они взаимосвязаны между собой. Например, раздел 6 книги и брошюры. Там постоянно идут отсылки к разделам первой части. Это более общее, основные положения и правила, которые касаются вообще всех записей. Одноуровневых, многоуровневых описаний. Вот они разделены. И вообще общие правила формирования библиографической записи. Здесь раскрывается более полно то, что мы видим в гости. Больше примеров, больше нюансов, больше подсказок, больше шпаргалок. Отсюда можно извлечь. Потом идет общее правило для одноуровневых описаний. И общее правило для многоуровневых описаний. Отдельный раздел заголовок, очень большой раздел. И пятый раздел – выбор точек доступа. Про них чуть попозже. Обычно мы туда не смотрим. Это больше все-таки для библиотекарей и библиографов. Но для нас важно просто понимать, что точки доступа – это вот те элементы, те фразы, те моменты, которые обязательно должны быть в наших библиографических записях и описаниях, чтобы можно было найти и правильно идентифицировать какой-то документ или ресурс. А вот во второй части, например, шестой раздел очень часто ссылается на первую часть. Здесь идет скорее по формам. Книги и брошюры, старопечатные издания, ноты, картография, изобразительные материалы. И дальше пошло вроде бы интересное для нас электронные ресурсы, звукозаписи, кинофильмы, микрофильмы. Но это вряд ли специалисты пользуются, не библиографы, вряд ли. Так часто мы к ним обращаемся. И сериальные, и другие продолжающиеся ресурсы. Вот это может быть интересно. Но посмотрим, здесь не все для нас подойдет. Пройдемся прям по частям, посмотрим, какие полезности есть в этих частях. Первая часть. Пять разделов. Их мы уже посмотрели. И посмотрим, что здесь есть полезного. Внутри разделов информация расположена по главам. И самое, наверное, основное, это вот первая часть, которой мы чаще всего и пользуемся. Вот этот раздел, основные положения, вот эту главу, основные положения, структура и состав библиографической записи, изменения в связи с введением нового ГОСТа затронули, наверное, максимально сильно. Так как у нас изменилась структура библиографической записи и описания, произошли некоторые изменения в составе элементов и области порядок их следования. Например, для некоторых видов ресурсов у нас то, что раньше находилось в области специфической области материала, сейчас поднялось наверх или из области примечаний переехало в область сведений, относящихся к заглавию. Вот те же патенты или законодательные документы. То есть вот это важно просто учитывать. Соотносить с новыми положениями ГОСТа. Но зато здесь есть ответы на вопросы, которых мы в ГОСТе можем не найти, ни в старом, ни в новом. Или очень кратко написано. Если области элементы повторяются, когда, что, как указывать, какие знаки ставить, не ставить, когда можно, когда нельзя. Появился еще термин точки доступа, про них чуть попозже. Посмотрим, это в пятом разделе. Объект. Поэтому основные положения, они здесь просто более полно раскрываются. Но нужно соотносить с новым ГОСТом. Объект библиографической записи. Вот здесь дается более расширенное определение и раскрытие понятия, что такое одночасный, что такое многочасный ресурс, как объекты записи. Есть то, чего в ГОСТе мы не найдем. Классификация объектов библиографического описания по разным признакам. Она довольно расширенная. По различным критериям. А это очень важно для того, чтобы потом выбирать, какое же библиографическое описание нам делать. К какому разделу нам обратиться. Идет речь о многочасном, о многоуровневом описании. Или это одночасный ресурс, значит, мы будем делать одноуровневое описание. Какие они еще бывают. В зависимости от того, что у нас в руках, мы и будем обращаться к нужным разделам и ГОСТа, и этих правил. Поэтому вот эту классификацию тоже полезно будет посмотреть. Она здесь более расширенная. То, чего в ГОСТе нет. Но появляется и много новых понятий. Носитель воплощения, воплощение. Можно особо сильно на них туда не углубляться. Это не для библиографов. Сильно не углубляйтесь. Ну вот простые какие-то деления, хотя бы одночасные, многочасные ресурсы, описание и прочее. Вот это для понимания. Это очень хорошая информация, которая здесь есть. Третья глава. Виды библиографических записей. Здесь также приводится классификация, которую в ГОСТе мы не найдем. В таком расширенном варианте. Одноуровневое, многоуровневое описание записи. В каких случаях они составляются, чем отличаются, из чего состоят. На каком уровне что записывается и так далее. Ну и, естественно, с учетом изменений ГОСТа 2018 года нужно будет туда поглядывать. Пунктуация. Знаки предписанной пунктуации. Здесь без изменений, но более подробно и больше примеров. Разобранные примеры используемых этих знаков предписанной пунктуации. Как ставить знаки, если области повторяются? Скобки. Как используются? Когда? Какие? Если внутри одной области, но смежные элементы. А если смежные элементы, но в разных областях? В ГОСТе об этом тоже говорится, но очень кратко. А здесь это больше, более расширенно раскрывается и больше примеров приводится. Поэтому какую-то дополнительную информацию, если вы здесь смущались, не знаете, как в ГОСТе не нашли будет. Вот сюда. Источники информации, пятая глава. Что такое предписанный источник информации? Мы часто говорим, берем из предписанного источника информации. Титул, оборот титульного листа, это мы уже выучили. Это предписанный источник информации. Но это же не только. А вот какие они бывают? Откуда брать информацию? Что смотреть для сбора информации при составлении описаний и записей? А если несколько предписанных источников информации содержат нужные нам данные? Они разные. А если нет главного источника предписанной информации? А если он недоступен, то тогда что делать? Как быть? Вот эти все нюансы и плюс еще целый ряд. Они как раз в пятой главе здесь и рассматриваются. Язык библиографической записи тоже можно полезно посмотреть, особенно если вы работаете с источниками на иностранных языках, а это часто бывает, они нам попадаются. Есть ли тексты, выходные данные? Текст самого документа на одном языке, а выходные данные на другом. Как писать? Переводить, не переводить? Есть ли ресурс состоит из параллельных текстов? Есть у нас такие, попадаются источники. А выходные данные даны на двух или трех-четырех более языках. Как тогда в описании писать? Есть ли в тексте ресурсы и выходные данные не на русском языке? А если выходные сведения приводятся на разных языках, но они не полные и в одном языке, и на другом языке, тут одного не хватает, там другого не хватает. Если бы лоб Ивана Никифоровича к носу Ивана Васильевича, то вот бы получилось бы замечательное описание. Если документ опубликован в разных странах, с текстом, выходными сведениями, на нескольких языках, но при этом отсутствуют выходные данные на языке страны, в которой документ опубликован, о, как закручено, да? Это один из пунктов, я вам просто процитировала, который раскрывается и рассматривается вот в этой шестой главе языка библиографической записи. Смотрите, сколько нюансов мы можем найти только в одной этой главе правила российской каталогизации. Только в одном этом разделе. Вот поэтому имейте в виду, то, что вот здесь будут содержаться более полные ответы, то, чего нет, мы можем не найти в ГОСТе. Или там сказано очень кратко. Причем все это с примерами, с объяснениями, как поступать, в каких случаях. Седьмая глава, сокращение, орфография числительная. Что допускается, что не допускается, но обязательно учитывайте рекомендации нового ГОСТа. Смотрите, потому что произошли изменения и в области ГОСТов по сокращениям. Вот я вам навигатором не зря привела вот эту ссылочку, да. Мы стараемся давать ссылки на более обновленные версии, на новые ГОСТы, поэтому смотрите. Если необходимо, то туда тоже обращаемся. Есть унифицированные формы сокращения, которые хорошо бы себе взять в качестве шпаргалки. Например, как сокращать русские формы и на русском языке, на латинице, как написать правильно, как сократить. Ну вот один пример вам просто приведу, да. Другие по-русски и по-английски. Вот в чат я его вам просто закину. И вот такую шпаргалку, уже табличку мы можем составить, которую можно спокойно пользоваться. А там это вот прям целый списочек в этих правилах каталогизации. Сокращение на русском, сокращение общепринятое на английском языке. Прям вот можно оттуда взять и такую табличку сделать. Помощь вам, помощь студентам. Чтобы сокращали одинаково, а не придумывали сами. Можно ли пропускать отдельные фразы, слова? Мы знаем из ГОСТа, что да, можно, а вот как? Когда можно, когда не очень? Как это правильно оформлять? Все это вот тоже можно в этом разделе по сокращениям найти. Опять же с примерами. Числительные. Есть ли римские цифры или числительные в словесной форме у нас попадаются? Что делать? Как быть с римскими цифрами, если они приведены в именах лиц, наименовании организаций? А если римские цифры являются неотъемлемой частью заглавия? Тогда как? И опять же все на примерах, не просто дается ответ, а еще рассматривается на целом ряде примеров. Как записать в области издания, например, ну вот мы пишем второе издание, третье издание, да? А есть ли у нас учебник на каком-нибудь бурятском, башкирском, якутском языке? А вот как здесь? На русском писать или не на русском? По-русски или нет? Казалось бы, ответ очевиден, а вот нет. А вот посмотрите, оказывается, есть дополнение в этих правилах. Вот по таким вот сложным случаям. А есть ли у нас порядковые числительные в номерах томов, выпусков, глав? Есть ли для них какие-то особые правила, исключения? И как их правильно записать? Вот это все разбирается в этой главе, седьмое сокращение, орфография числительная. То есть здесь море полезной информации, чтобы не ломать голову и не сидеть, не думать. Проще открыть и посмотреть. И, наконец, восьмой раздел библиографические связи. Это специфическая глава. Это специфическая глава, она скорее для каталогизаторов, для библиотекарей, библиографов, для небиблиографов можно и проскочить. Но если вас интересует тема вообще логических ассоциативных связей, что с чем связано, почему именно так записывается, вы хотите более глубоко в этой области разобраться, то тогда да. Здесь достаточно интересно применительно к связям внутри библиографической записи. Я помню, что у меня несколько участников как-то спрашивали, а вот в чем логика, а где вот здесь взаимосвязь. Вот, она вот здесь в восьмой главе первого раздела. То есть вот смотрите, уже по первому разделу мы с вами видим очень много полезного. И, кстати, это один из самых, наверное, полезных разделов, потому что он касается общих правил, с которыми мы потом сталкиваемся в гости. И на него постоянно идут отсылки в других частях российских правил каталогизации. Дальше, второй раздел в первой части. Правила составления одноуровневого библиографического описания. Это вот, скажем, привычное нам описание на книгу, на статью из журнала. Да, вот они одноуровневые, на одну единицу. На один том из многотомника мы тоже можем сделать одноуровневое описание. Мы их чаще всего и делаем. И вот здесь разбирается по... Главы разделены по двум таким подразделам. Вот еще одна особенность структуры правил каталогизации. Они разделены на две большие части. Внутри части идут большие разделы. Внутри разделов главы. Но внутри глав они разделены иногда еще по таким блокам, что ли, которые носят буквенные обозначения. Поэтому здесь немножко внимательно смотрите на структуру. У нас есть одночестные документы, есть многочестные. Ресурсы мы сейчас говорим. Вот видите, уже отличие идет небольшое. И вот все, что касается, значит, если нас интересует одночестный документ, у нас описание на книгу, и нам надо узнать нюансы, связанные именно с ней, мы открываем правила второй раздел, смотрим одночестные документы, и вот дальше пошли. Внутри по областям. И вот то, что мы с вами смотрели на наших вебинарах, когда проходили по ГОСТам, сначала 2003-го года, потом 2018-го, потом мы их сравнивали. Вот ровно в порядке областей здесь идет дополнение, очень широко представленное, прям по областям. Но опять же, обращаю ваше внимание, области называются по ГОСТу 2003-го года. И, соответственно, нюансы и примеры нужно обязательно обращать внимание, что произошло у нас в 2018-м году. У нас добавилась новая область, ее здесь нет. В эту новую область, вид содержания средства доступа, переместилось то, что у нас находилось выше. Область попадала в область заглавия, сведения об ответственности, обозначение, общее обозначение материала. Мы про это уже говорили, это уже всем известно. Но вот здесь содержатся примеры, и в описании здесь еще есть общее обозначение материала. Значит, мы должны себе просто вот этот момент знать, что он у нас будет идти в конце, перенести его, поставить в нужное место. Вот такие нюансики, просто имейте в виду, они могут встречаться. Но зато здесь много дополнительной информации, которую мы в гости найти не можем, а она продолжает действовать. И прям все нюансы по отдельным областям, они здесь как раз и разбираются. И правило. Второй блок у нас посвящен про многочастные документы. Вот это тоже может быть очень полезно. Особенности применения одноуровневого описания. Что это значит? Когда мы имеем дело с одним томом, например, из многотомника, а чаще всего на них мы даем ссылки, и их мы указываем в наших списках. Вот это тот случай, где можно посмотреть нюансы. Отдельный выпуск, отдельная книга, отдельная часть, то есть что-то отдельное от общего целого, но они от этого не перестают быть многочастными документами. Они являются частью чего-то большего. Но мы, когда делаем описание на одну эту часть, мы можем применять одноуровневое описание. И вот как раз для этих случаев вот эта часть и существует. То есть мы сначала сюда должны заглянуть, когда делаем описание на один том из многотомника, а потом, если есть отсылки, посмотреть вот сюда, какие здесь особенности есть. А если какие-то общие вещи, то вернуться к общим правилам формирования библиографической записи, посмотреть уже общее. Это вообще ко всем описаниям. Здесь уже пошло разделение. Третий раздел. Здесь немножко глав уже, они разные по наполнению. А вот здесь уже речь идет о многоуровневом библиографическом описании. Структура внутри разделов, она примерно, если заметили, она очень похожа. Сначала основные положения, структура, состав, потом особенности и какие-то частные случаи. Вот здесь, что удобно, разделено по уровням. Здесь речь идет уже о составлении многоуровневого описания. Вот здесь одноуровневое, а третий раздел про многоуровневое. Соответственно, оно состоит из двух уровней, у нас есть и больше. Общее описание и спецификация. Вот они как раз выделены в отдельные главы. И нюансы можно будет найти здесь. И плюс еще какие-то особые случаи, исключения по составлению таких многоуровневых библиографических описаний. Что это такое? Многоуровневое на весь ресурс или на части ресурсов. Вот пример я вам здесь привожу. Вот она, общая часть. Когда мы на весь многотомник, например, делаем описание, описываем весь многотомник. А вот это называется спецификация. Это вот те самые второй, третий и дальше уровни. Хоть 125, если у нас 125 будет томов. Вот эта верхняя часть, общая, это регулируется главой 19, описание первого уровня. А вот это правило, исключения и нюансы для этой части, спецификация, это вот как раз 20 глава. Особенность элементов в описании второго и последующего уровня. Вот мы можем все вопросы. Самое главное, знаете, куда посмотреть, в какой раздел и в какую главу. Для многоуровневых описаний это все содержится в российских правилах каталогизации, но опять же, с учетом изменений, которые произошли в наших ГОСТах. Но очень много нюансов там рассматривается. И, наконец, самый главный, самый замечательный раздел, раздел четвертый, к которому прямо имеет смысл очень часто заглядывать, про заголовки. Вот весь раздел касается только одного вопроса, оформления заголовков. Хотя у нас, казалось бы, есть целый ГОСТ, библиографический заголовок, но, опять же, ГОСТ, он небольшой. Если посмотрите, там около десятка, наверное, страниц, не больше. И многих нюансов мы там найти не можем. И не всегда мы понимаем, а почему именно вот так? А почему-то мы пишем Российская Федерация, а потом Конституция. А можно написать наоборот? А можно заменить слова? А можно... Не все... А если у нас несколько школ, и вот мы под заголовком делаем, а как указать номера, их включать в заголовок? Не включать в заголовок. А надо ли это вообще делать или под заголовком легче оформить? Вот все эти вопросы можно найти как раз вот здесь. Раздел четвертый прям себе на заметку берите. Правила формирования заголовка библиографической записи. А на иностранных граждан, авторов, а есть ли там много всяких предлогов, частиц и прочее. В декабре у нас прям отдельный вебинар был по заголовкам, содержащим имя лица, авторские заголовки. И мы пользовались ГОСТом, и часть правил мы брали отсюда, из российских правил каталогизации. Очень подробно расписаны все виды заголовков. Вот во второй, в 22 главе прямо разобраны все виды заголовков. А дальше главы. Также по блокам идет структура внутри. Главы по блокам. И внутри блока прямо-то отдельные главы, касающиеся всех нюансов. Например, есть ли у нас авторский заголовок, автор. А есть ли у нас в заголовке наименование организации, а есть ли унифицированное заглавие, а есть ли обозначение документов. ГОСТы, ОСТы, всякие прескуранты, они как раз вот здесь живут. Но это небольшие два последних раздела. Но тем не менее, здесь тоже полезного можно найти немало. И вот так он выглядит. А в этом, Марин, в этом самом возьмите, пожалуйста, во вкладке файла, я вам прямо отдельно сделала вебинары по библиографическим описаниям и ссылкам. Прямо табличка, и оттуда гиперссылками прямо идет на записи вебинаров. Вы прямо этот файлик скачиваете, и оттуда они работают, прямо оттуда можно, что интересно, туда переходить. В конце, напомните, я тогда вам просто попробую ее найти, может быть, отдельно там. И вот внутри, так же, как любой раздел, начинается с общих положений видов заголовка. Вот тут мы с ними как раз знакомимся, и там рассказывается, какой вид заголовка, и почему так называется, и что там самого важного, полезного. И вот дальше, а дальше идет вот эта вот роспись по блокам, внутри по главам. И вот оно пошло. Форма и структура заголовка, содержащего имя лица. Я здесь немножко отпускала, чтобы совсем длина у нас не получилась. Идентифицирующие признаки, на каком языке писать заголовок, выбор формы лица, имени лица, правила приведения имени лица в заголовке. Вот самое главное, смотрите, то, с чем мы очень часто сталкиваемся, особенно кто пишет по литературе, по истории, много приходится использовать соответствующих документов, либо связанное что-то из православных школ, колледжей, вузов, там, где много произведений, написанных лицами духовного звания, не только православные, по-другим, тоже относятся к конфессиям, либо имена лиц различных народов. Вот видите, прям отдельными главами выделено, и в каждой главе очень подробно, со всеми нюансами. А есть ли у нас французский автор, а есть ли много вот этих всяких частиц и прочего предлогов, Де, Ла, Ди, Сант, как, Фиц, да, как их писать, куда их писать. Вот здесь все подробнейшим образом рассматривается. И это только про один вид заголовка, только про авторский заголовок. Ну, вот, например, идентифицирующие признаки. Вот если мы открываем, нас интересует, помните, мы говорили, а вот как отделить, например, однофамильцев, еще имеющих одинаковые инициалы, но один химик, а другой физик. А нам надо указать, где мы это будем указывать, чтобы это сразу было видно. Вот, для этого существуют идентифицирующие признаки. Вот здесь я вам тоже прямо шпаргалку привожу. И это только кусочек. Вот это все есть в российских правилах каталогизации. Вот в таком виде примеры прямо изложены. Как это правильно записывать? А если неизвестна дата рождения? А когда надо записывать даты рождения? А если неизвестны точные даты? Но есть представление о том, когда примерно, как это записать? А если человек еще, слава богу, жив, как записать? И вот я вам прямо в самые выбрала оттуда примеры, как это может выглядеть. Это только маленький кусочек. Или, если один и тот же автор, он известен, и как в научной среде, как представитель своей сферы научной деятельности. И, например, как детский писатель. А вот как делать библиографическое описание? Под его известным именем, которое является псевдонимом, как на детского писателя, которого мы все знаем, или на то, которое известно только специалистом, но является его реальным? В каком случае? Как писать? Или есть какая-то единая форма? Или можно и так, и так? А когда так? А надо ли делать пояснение? Или не надо? Вот эти вопросы очень подробно разбираются, опять же, в этом разделе, в блоке А. Вот здесь мы можем привести особенности, правила приведения имена в заголовке. И вот здесь мы как раз это можем найти. Про псевдонимы очень интересно и много расписано, написано, разобрано. А если фамилия двойная, всегда ли её нужно указывать? Или достаточно одной? Вот всё, что связано с заголовками, вы реально здесь можете найти, особенно с авторскими заголовками. Про все частицы, приставки, Сент-Экзюпери, Фитц-Джеральд, то Генри и прочее. То же самое разобрано очень подробно. И вот эта глава, она в меньшей степени подвержена вот этим изменениям в связи с введением нового ГОСТа. Потому что у нас заголовок, он вообще является отдельной частью, он является частью библиографической записи, но не является частью библиографического описания. И в ГОСТе 2018 заголовок практически не рассматривается. Есть несколько положений, но ссылки даются либо на ГОСТ по заголовкам и вот сюда. ГОСТе отсылки может не быть, но вот здесь основная как раз вот эта методическая составляющая, объясняющая, что как сложные случаи, она содержится. Поэтому про заголовки это вот прямо сюда в первую очередь после ГОСТа. Наименование организации. То же самое. Следующий блок по заголовкам. Форма, структура, идентифицирующие признаки тоже есть такие же, как и для авторских заголовков, но немножко другие, потому что у нас уже другой вид заголовка. Язык, на каком языке писать, правила приведения, особенности. Вот структура, она примерно одинаковая, по всему разделу идет. Что сюда относится? Вот этот раздел, такой блок, раздел 4 и блок Б, это когда мы делаем описание законодательных материалов, договоров, различных уставов, то есть какая-то законодательная информация. У нас ее, как правило, бывает много. Вот он, пример, заголовка. Причем они могут быть простые, они могут быть сложные, они могут быть прямые или с инверсией. В каких случаях это допускается, в каких случаях нет. Почему мы пишем вот так? Это случай сложного заголовка. Что сюда пишется? Что сюда пишется? В каком виде вот эту вторую часть писать? И можно ли написать, например, что-то свое? Госдума, парламент, Государственная дума или как? Там можно ли написать парламент России, а можно ли написать Госдума сократить? Или обязательно нужно писать вот так Российская Федерация, точка Государственная дума. А можно здесь сокращать? В каких случаях? Вот все это мы здесь как раз можем найти. Причем касается вопрос примеров, здесь много содержится, про наименование органов власти, какое предпочтение, каким названием отдавать. И не только государственная власть, здесь еще и могут рассматриваться вопросы наименования организации. Исполнительная, судебная власть. Очень много тоже примеров здесь приведено. на постоянные, на временные организации. Вот органы госвласти это всегда постоянная организация. Это исполнительная, законодательная, судебная, главы государств, правительств и другое. Вот эти все примеры здесь есть. И временные организации. Например, там съезды конференции, симпозиумы. Поэтому, если у нас встает вопрос, как сделать заголовок для какой-то конференции, или олимпиады, конкурсы, тоже вот здесь мы можем в этом разделе найти ответы. Есть еще простые и сложные заголовки. Они еще могут быть инверсивные, когда последовательность слов меняется, а когда это можно делать, когда нет. То же самое мы это можем найти в этом разделе. Унифицированные заглавия. Еще одна полезная вещь, на которую обращаю ваше внимание. Это наиболее известные названия классических произведений, чаще всего анонимных. Какие-то исторические, юридические памятники, судебники, либо что-то еще. Произдень народного эпоса, блины, колевалы и прочее. Сюда же относятся священные писания, книги, литургические книги. И вот в этом же разделе мы смотрим наиболее распространенные формы произведения, которые вроде бы являются авторскими, но при этом имеют большое количество разных вариантов названий. Вот в этом случае мы тоже смотрим в этом разделе. Вот оно и есть, авторские произведения. 41 глава. И очень много внимания здесь уделяется как раз священным писаниям, каким-то духовным книгам, литургическим книгам. И очень много, здесь про это не написано, вот так отдельно не выделяется, но по тексту очень много вопросов, связанных с библиографическими заголовками музыкальных произведений. Вот это вот 38 глава. Анонимные классические произведения, кстати, она была добавлена, раньше ее не было. Они пересматриваются, они постоянно пополняются. И вот сюда, как раз в анонимные классические произведения были добавлены различные там сказки, былины, и вопрос произведений, публиковавшихся под разными заглавиями, рассматривается на их примерах. И отдельный пункт в этой главе, в 38 как раз, кстати, пункт первый, относится, речь идет о Библии. И о священных писаниях, о других писаниях дальше тоже рассматриваются не только православные книги, там про Коран, про Талмуд, есть и про другие. Глава 40, литургические книги, небольшой размер, и отдельно рассматриваются православные и ремеско-католические, но это небольшой, маленький поэктик, пункт. Вот такие, вот такие, вот вещи здесь у нас рассматриваются. Но про музыку тоже посмотрите, про музыкальные произведения здесь тоже очень много. Обозначение документа и географические названия. С географическими это небольшие два раздела. географические это реки, горы, города, как указывать правильно в заголовке, как применять идентифицирующие признаки, какие, а их тоже можно применять так же, как для лиц. Мы смотрели, в скобочках записывается пояснение отец, сын, дочь, кандидат наук. То же самое и здесь можно делать, но вот как это делается здесь уже более подробно можно посмотреть. И самое главное, вот то, что нас тоже помимо законодательных актов иногда очень сильно волнует при составлении списков и источников, это заголовок на обозначение документа, вид заголовка. ИСО, ТУ, ОСТы, ГОСТы, отдельно патенты, технико-экономические нормы и нормативы и прочая-прочая документация вот как раз вот здесь подробности можно посмотреть про заголовок, как правильно составить, как правильно написать, как сделать описание под заголовком. Вообще, вот в ГОСТе 2018-го пошла такая тенденция особенно к законодательным актам, к нормативным таким актам делать их под заголовками. Ну, во-первых, это удобнее для поиска, во-вторых, это удобно их собирать и размещать в своем списке источниках. Рецензентам, научным руководителям, опять же, удобно проверять, мы сразу видим вид документа, его сразу с заголовком можно сочетать. Но вот как его правильно оформить, вот все нюансы как раз в этих главах, в этом разделе, в четвертом можно будет посмотреть. Вот такая вот история. Ну, вот вам, пожалуйста, заголовок, обозначение документа, как это приводится. пятый раздел, самая большая, самая нужная для нас часть первая, поэтому мы на ней долго сегодня с вами и посидели. Пятый раздел это выборы точек доступа. Что такое точки доступа? Они по всему, по всем правилам российской каталогизации у вас будут проходить. Это понятие. для российской практики каталогизация это, ну, может быть, не столь новый, но и не столь старый термин. Появился он все-таки недавно. Но, в принципе, это очень такое понятное, привычное понятие, с которым мы каталогизаторы, в общем-то, сталкивались и раньше. И всегда только оно так не называлось. Когда да и читатели тоже, когда мы обращаемся к каталогам электронным или ручным в поисках необходимой информации, мы тоже сталкиваемся с такими точками доступа, только они назывались тогда по-другому или вообще не назывались никак. Это может быть код, это может быть термин, это может быть имя, под которым библиографическая запись может быть найдена и опознана. И в том же во многих словарях есть англо-американские правила каталогизации. Есть такие, там у них есть тоже такой словарик, и там от точки доступа дается такая перекресток ссылка к термину заголовок. Он чаще всего и связан, почему заголовком уделено такое внимание, потому что это одна из основных точек доступа это вот те элементы, которые дают нам возможность найти документ, как бы открывают вход к этому документу или к записи об этом документе. И эти понятия очень близкие заголовок и точка доступа, но не идентичные. Иногда их путают, отождествляют, но это не совсем верно. Точка доступа это понятие несколько более широкое, чем заголовок, и помимо заголовка, точками доступа могут являться еще заглавия, у нас иногда заголовка может и не быть, и мы описание делаем под заглавием. Это может быть ряд других элементов записи, тоже ИСБН, мы тоже можем найти источник. И в российских раньше правилах, до этих правил у нас еще были другие правила, которые устарели, их заменили. Вот это называлось выбор первого элемента библиографической записи. вот более подробно в пятом как раз в пятом разделе выбор точек доступа здесь как раз и подробно описывается, если в качестве точки доступа будет имя лица, имя организации, унифицированная заглавие, видите, по заголовкам у нас все в основном идет, и заглавие в виде точки доступа, но не только это может являться, есть еще другие. Самое главное, самый простой вариант понять, что это такое, помните, у нас все элементы библиографического описания делятся на обязательные, условно-обязательные и факультативные. Вот чем обязательнее элемент, тем больше шансов, что он является вот такой точкой доступа. Если у нас в кратком описании есть все обязательные элементы, это значит, мы указали все точки доступа, по которым мы можем найти нужный документ, описание и нужный документ. Это появилось в связи с появлением электронных каталогов, оттуда пришло точки доступа к сайту, точки доступа к документу. Должны какие-то обязательные элементы, которые помогут нам найти то, что нам надо, а не попасть на фишинговый сайт. Это если уж совсем вот так просто. Но более подробно можно посмотреть в пятом разделе, как выбирать это для небиблиографов. Но если только интерес будет, тогда смотрим. По второй части. Вот вторая часть у нас немножко подкачала, если честно сказать. Много, да, есть полезная информация, но не настолько, как первая часть. сериальные издания и другие продолжающиеся издания. Здесь рассматриваются периодические продолжающиеся серийные ресурсы на любых носителях и немножко говорится об интегрируемых ресурсах. Интегрируемые это те, которые могут часть, может, страница веб-сайта, за счет обновлений, изменений может измениться ее часть и за счет этого может измениться все целое. Посты и комментарии в социальных сетях, например, тоже являются примером такого интегрируемого ресурса. Мы можем пост добавить, можем убрать, можем откорректировать. То же самое с комментариями, можем неугодные нам поудалять, написать, зайти под ботом или под левым аккаунтом, написать себе сами хвалебные комментарии и мы молодцы. Но таким образом мы заменяя кусочки, заменяя часть и влияем на все целое, на весь этот ресурс этого поста, если о комментариях говорим или вообще все ленты. Вот это интегрируемые ресурсы. И вот здесь интерес в 15 разделе могут вызывать такие вопросы, как определение источников предписанной информации для сериальных ресурсов и для интегрируемых. Они здесь приведены отдельно. Откуда брать информацию для сериального, откуда брать информацию для интегрируемого. Но правила российской каталогизации у нас существует первая часть 2003-2004 год и вторая часть по-моему 2007-2008 год. То есть там еще проэлектронные ресурсы, особенно сетевого распространения, практически очень мало. Но надеюсь, что они дополнятся. И порядок приоритетности в каком рассматривать, оттуда тоже можно подчеркнуть, рассматривать эти источники информации. Про интегрируемые ресурсы, про веб-страницы написано. Но в принципе да, можно поиспользовать. Подробно рассматриваются многоуровневые записи на сериальные ресурсы. Вот как мы с вами смотрели, многоуровневая запись на многотомные издания, на сериальные ресурсы здесь тоже эти вопросы рассматриваются. Здесь в 15-м разделе. Там есть отдельная глава 78-я правила формирования записи первого уровня и 79-я правила формирования записи второго и последующих уровней. И вот этот раздел 15-й у нас, помните, мы смотрели с вами раньше, когда было одноуровневые записи, видите, они вот здесь будут взаимосвязаны. 15-й раздел и там, где у нас шло про многоуровневые записи и описание многочастных ресурсов. И здесь также много отсылок идет к первой части. Вот они взаимосвязаны между собой. Поэтому их можно смотреть совместно. По кинофильмам, видеозаписям очень много про старые носители информации, кассеты, диски, стереофильмы, даже такое понятие, как видеолента, катушка. Ну, катушка мне знакома, что такое видеолента, я не знаю, в каком виде это вот, как это вообще выглядело бы. Сетевых ресурсов, записей на YouTube вы здесь не найдете. Для этого надо смотреть ГОСТ 2018 и проект нового ГОСТа по ссылкам 2021. Пока не примет, но там гораздо больше про сетевые ресурсы. Здесь нет, здесь в основном такие вот локальные. Но есть полезные моменты. Дается правило как для одноуровневого, так и многоуровневого описания. И нюансы по областям описания. Например, на указание таких специфических характеристик, когда речь идет о старых носителях, не оцифрованных носителях. Если вдруг вы с ними сталкиваетесь, то как правильно записать. Место издания, издательства, например, для кинофильмов и видеозаписей. Как их правильно описывать, как их указывать. Там это тоже интересно есть. И как указывать для неопубликованных кинофильмов и видеозаписей. Место издания, издательства, писать БМ, БИ или не писать. Вот такие вот нюансы здесь полезные. Вот в тринадцатом разделе все-таки есть. по звукозаписям то же самое. Есть полезные вещи, которые можно оттуда позаимствовать. По областям описания внутри идет структура, внутри разделов главы по областям описания, как мы привыкли в ГОСТе. И вот здесь в самом начале мы смотрели та же самая структура. Но нужно опять же общее обозначение материала, которое здесь в примерах приводится менять на последнюю область вида содержания средства доступа. Тоже есть здесь свои нюансы. Место издания издательства можно найти в главе 70-й по звукозаписям. Можно будет посмотреть. Есть интересные кстати вещи здесь про звукозаписи. Опять же связано с заглавиями. Например, если используется заголовок, содержащий имя лица исполнителя. У нас есть исполнитель. А заглавия звукозаписи отсутствует. Вот как сделать заглавие, ведь оно тоже должно у нас быть. А его нет. Играет такой-то исполнитель. И всё. Чего играем, как играем. А заглавие-то где? А его нет. У нас есть только заголовок. Или как сделать заглавие, если у нас есть имя автора, то же самое, но не исполнителя, а автора, который написал. А вот заглавия звукозаписи нет. Оказывается, это всё очень просто и легко решается. Вот посмотрите, глава, сами посмотрите, у нас времени уже нет, глава 70-я, пункт 2, я вам даже написала в чат. Выгляните, посмотрите, очень интересно. Мы будем сидеть, ломать голову, думать, как, а косы-то всё там столько просто делается. Вот такие вещи. Ещё важно, здесь то же самое, место издания, издательства, тоже есть свои нюансы, можно здесь подсмотреть, и специфические какие-то обозначения для носителей информации, для области физической характеристики. Мы привыкли к страницам, либо фрагменты, продолжительность звучания или воспроизведения мы указываем в видеозаписи, например, или аудиозаписи. А вот если у нас в граммпласт... А как померить в граммпластинках, лентах, бобинах? Да, раритет такой, но если вдруг попадётся, имейте в виду, что здесь вы ответ на вопрос найдёте. А приводит ли при этом время звучения или нет? Вот такие вот прям нюансы, они здесь есть. Но опять же, по новым аудиоформатам, электронным записям не найдёте, только по старым. Электронные ресурсы, одиннадцатый раздел, вот здесь коллеги безнадёжно встарелы, сразу скажу честно. Но можно смотреть по локальным ресурсам. Если у вас вопрос связан с локальными ресурсами, посмотреть можно, информацию полезную извлечь можно. Про сетевые ресурсы практически вообще ничего. Один-два примера приведено, но я думаю, что этот раздел будет сейчас дорабатываться и изменения будут вноситься. А всё, что касается компакт-дисков, цифровых дисков, электронных, электронно-оптических дисков, флешек, дискет и прочего, 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 здесь можно найти. Возможно, здесь ещё интересно, возможны варианты указания объёма ресурса, тоже полезно посмотреть, в чём указывать, в файлах, в количестве CD-дисков или как. как. Вот здесь это можно найти. Примеры системных требований, указания системных требований тоже интересен. Как правильно их записать вот в области примечания, когда мы пишем до URL, например, требования, системные требования к аппаратуре, иначе она не воспроизведётся или в области примечания тогда URL у нас не будет для локальных ресурсов. Ну, вот как их правильно указывать? Вот здесь разобрано очень много примеров, но не смейтесь, они достаточно тоже старые, там, Pentium 133, Windows 2000, вот такие вот вещи. Ну, меняем на новые названия, а структура-то, в принципе, достаточно хорошо представлена. Ну, вот поэтому подсмотреть структуру можно, но не сами, но не списывать слова. Слова мы будем вставлять свои. Ну, вот такая вот полезность. Даже здесь мы можем её извлечь. Ну, и, конечно, самый полезный раздел – это книги-прошёры 6. Здесь более интересно. Это всё, что касается непериодических изданий. По общей схеме идёт внутри раздела по главам. Объект – источник состава, структура библиографической записи. Но, опять же, помню, что она у нас поменялась и в год с 2018. Тогда мы тоже здесь смотрим изменения. Очень много отсылок к части первой идёт отсюда. И вот этот раздел книги и брошюры, он связан у нас там, где мы говорили про одноуровневые записи, про общие положения. Вот они тоже между собой, как бы, посмотрите, связи здесь можно тоже установить. И смотреть и там, и здесь. Отсюда очень много идёт отсылок на часть первую. Поэтому она вот как-то более для нас важна и значима. на неё особое внимание уделяем. Ну и такие вот вещи, как старопечатные издания, ноты, картографические, изобразительные материалы, да, более специфические вещи, тоже можно найти во второй части РПК. Но, опять же, соотносим с ГОСТом 2018, если мы на территории Российской Федерации. Ну вот, коллеги, вроде бы и всё. О, на сегодняшний день наша экскурсия подходит к завершению. Надеюсь, все дожили, все дошли до завершения нашего сегодняшнего такого путешествия по главным разделам. Да, картинок было мало. Уж извините, мы гуляли по структуре. Структуру я вам даю прямо сегодня презентацию. Отхожу от правил. Презентацию я вам даю для того, чтобы можно было её соотнести с тем, что есть, и ориентироваться, и, может быть, что-то для себя, какие-то взаимосвязи установить между различными разделами, главами, может быть, сделать свои какие-то подборки, с чем вы чаще всего работаете. Ну, просто очень жалко, когда вот это вот богатство, оно пропадает просто потому, что мы не знаем, в нём не ориентируемся, а иногда даже и не знаем, что оно существует. А это очень классная штука. Реально помогает найти ответы на многие вопросы. Вот. И по... Да, там два файлика ещё я вам положила текстовых, их забирайте. Это сейчас я его открою, покажу просто. Это декларация о международных принципах актологизации. Посмотрите, интересно написано. Правда, девятый год, но вот и фла, всё, что есть, оно вот здесь. И ещё один файлик, ну, он больше для библиотекарей, для актологизаторов, ну, если вдруг для начинающих, может быть, при изменении в Русмарк в связи с введением нового ГОСТа. Ну, скорее всего, он у вас уже есть, но если вдруг, да, посмотреть, может быть, что-то полезное для себя возьмёте. Здесь прям вот по полям идёт соотношение, такие сравнения, прям таблички по полям. Это скорее для, или кто с электронными каталогами работает, вот здесь прям такое, мало ли вдруг пригодится, посмотрите, да, вдруг у кого-то нет. Ну, и отдельный файлик я вам положила. Здесь два всего слайда. Это вот наши вебинары. Ещё сентябрьские, посмотрите, за сентябрь, 9-го, по-моему, сентября было. Там у нас прям было сравнение ГОСТов 2018 и 2003. А это вот по ссылкам по 2018 ГОСТу. Вот про заголовок вы меня спрашивали. Вот 8 декабря здесь тоже ссылка есть. Они активны, прям скачивайте, и отсюда можно будет переходить прямо на записи. Ну, и про библиографические ГОСТы для тех, кто пишет методические рекомендации для студентов, как оформлять письменные работы в части оформления списков и ссылок. Вот мы делали такой обзорный у нас был вебинар, какие при этом ГОСТы могут пригодиться. И плюс ещё российские правила каталогизации. Туда же можно тоже добавить. Ну, вот, коллеги, вот такие полезности я вам сегодня отдаю. Можно скачивать, забирать. И с последнего слайда наши контакты тоже, пожалуйста, забирайте. У нас группа сейчас переехала из Фейсбука в ВКонтакте. Ищите нас вот по этому адресу. В ВКонтакте ProBib. Курс для небиблиографов можно посмотреть. Сейчас он у нас завершается. Ну, может быть, следующий набор. Когда будет, можно оставить заявку заранее. И вот это вот навигатор-помощник для небиблиографов вокруг библиографии. Библиографии, библиограмм.ру тоже заходите, смотрите. Вот все вот эти ГОСТы, ссылки. Да, кстати, по поводу вот этого навигатора сейчас я вам одну вещь хочу показать. Так, сейчас, 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 сейчас. Перемещусь в начало. Вот, вот это вот со странички нашего навигатора библиограмм.ру Российские правила каталогизации вы можете найти и в распечатанных видах, и в PDF-файлах. Я специально вам вот отсюда даю ссылочку. Вот по структуре здесь даже написано, где чего искать. Большие разделы, они выделены. По частям тоже их разделила. Отсюда вы сразу попадаете на сайт Либнет. Лучше всего пользоваться этим сайтом. Почему? Потому что распечатанные PDF-файлы вносятся какие-то изменения в Либнет, вот в российские правила каталогизации. Они вносятся более оперативно, а вы еще пользуетесь старыми файлами в PDF-формате, который мы откуда-то скачали очень давно. Поэтому вот это вот более оперативная информация. Например, мне постоянно попадается, что в российских правилах каталогизации 78 разделов, а их уже 80. И вот изменения, они там красным, по-моему, цветом вносятся в заголовки, прямо даже увидите. Меняется информация, конечно, не сразу, но все изменения, они скорее вот на этих сайтах появляются. Поэтому я отсюда ставлю ссылки на сайты, а не даю вам PDF-файлы. Они быстро устареют, здесь быстрее мы сможем увидеть информацию. Вот это, коллеги, все, что у нас есть на сегодняшний день. Вот это вот еще одно богатство, которое помогает нам делать правильно наше описание, записи и ориентироваться в мире библиографии. Ну, на этом мы с вами нашу встречу завершаем. Всем удачного дня, всем обязательно здоровья, мирного неба, счастья, удачи. И до следующих встреч на вебинарах Директ Академии. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!